привет друзья мои в новосибирске снегопад в новосибирске сегодня совсем такая красивая зима не холодно я буду чаще выходить в мир сегодня будут еще ну а сейчас у меня интересный для меня разговор о том что сегодня у новосибирска у нашего города юбилей но не юбилей а такой свой своего рода день основания что людей рождения и об этом я хочу поговорить с интересным собеседником вот он уже идет геннадий григорьевич чебряков здравствуйте добрый день коллега добрый новосибирцы правильно я понимаю помню что вы кандидат наук кандидат профессор доктор академик еще и вы краевед можно вас и краевед да 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 чем вы хотели рассказать что за действует такой особенный для нашего города сегодня у нас особенный день новосибирск новосибирцы имеют все основания отпраздновать сегодня отметить 114 годовщину со дня рождения нашего любимого города эта дата законная она была утверждена царским указом она была утверждена до 18 года а точнее 13 декабря 1904 года то есть по новому стилю по новому стилю значит представители значит губернатора топска вручили только что созданному общественному органу управления новониколаевска документы позволяющие им приступить к работе значит при вручили им план города с границами подписанный быть посему николай второй николай 2 назвал это поселение городом то правильно понимать вот что вот здесь всегда путаница преобразовал поселок новониколаевским город согласно значит был при катерине 2 написан город закон оградостроительстве из того времени с конца 18 столетия 17 столетия появилась четкая четкая формулировка что такое основание что такое день рождения города и никаких самодеятельных самодеятельности здесь не предусматривается это юридический факт юридический факт почему была такая строгая дисциплина в каждом градообразовании государства власть царь чувствовали налогоплательщиков и никакой самодеятельности не могло быть все дома должны были иметь законное право значит все владельцы имели зафиксированную недвижимость согласно оценки этой недвижимости они платили свою долю в казну города в казну государства и как пожалуйста ну как же так вот мы сейчас проходим первомайском сквере сейчас не видно снегом засыпано вот здесь большая клуба которые наверное которые кстати очень давние на больше половины возраста города здесь расположена вот на этой клубе написано 1893 год а это что за да поправлю тимур значит какая вещь слово карьеризм это она свойственная русскими не русским везьяну существует но когда во времена однопартийной системы это очень процветало тогда на работу не принимали тогда ценили если ты больше говоришь в угоду однопартийной системе вот здесь на клубе товарищ шамов и одинок придумали к столь столетия и на ней написали но новониколаевск основан в 1893 году позже самой центре этой мэрии на третьем этаже висит указ подписано николай николаем вторым что поселок новониколаевск официально появился после того как николай 2 поправили уже три-четыре года был у власти 1897 году копия документов у меня вот здесь то есть это по существу бред который сладок снег идет на ладонет потом нуд по то что документ этот есть в архиве и здесь а что же произошло собственно в 1893 году почему это что за повод был тогда повод опять же вот вы очень хороший вопрос создаете 1893 год по никаким документам официальным нет значит есть были вот книгой вышла еще девятьсот восемьдесят седьмом году значит борюшкин и еще двое его значит коллег выпустили книгу новосибирском историческом прошлом и в ней написали что как раз прям так и ставят вопрос откуда появилась дата 1893 год и которая стала вообще корнем всей истории нашей липовой фальсифицированной истории и сам же отвечает что нам попало в руки две фотографии мы долго гадали что одна фотография якобы вроде мост начинают строить на другой якобы приехали строители вот мы думали думали приняли же приняли никакой документам никакой ученый совет не принимал а просто вот там два-три человека кто не приняли то ли супруга и то ли он сам один принял но факт то что вот эту дату они взяли как отправной и и пишет в книге в этой книге по нашему мнению никакой документ вот я делал запрос понятно это могу ли может быть изменить пожалуйста может может ли быть так что вот тогда еще при советской власти при власти коммунистической партии тогда принять дату основания от царя от решения царя было идеологически не очень верно я с вами соглашусь для них для таких это как во первых они вот понимаете как вот есть горнолыжный спорт когда крутят всеми местами когда спускаются на большой скорости примерно они вот были мне напоминали этих горнолыжников почему что что касалось недвижимости государственной они сказали что мы преемники всего что было царя осталось все ценности все дороги это все а вот этот указ не надо потому что город был над имел имя последнего царя которого расстреляли растерзали со всей семьей и им это вот не хотелось чтобы они аж в памяти народа оставалось я скажу пожалуйста вот этот документ который был подписан николаем он прибыл он был отправлен туда в томск в том числе тогда он вообще везде есть у меня есть в нашем архиве новосибирский архив фонд ф 97 дореволюционный есть прям целая папочка с пояснениями и все раз детально расписаны самое что интересно мы с вами говорили что о конце 1903 года и перешли в 904 почему потому что вот этим мошенники истории из указа николая второго убрали всего на все три слова там написано было преобразовать поселок новониколаевск город согласно городового положения 1893 года что это открываешь его а там написаны все процедуры без которых не мог город начаться а первое перепись всего населения живущего в черте вот это который они хотели здесь жить второе оценка недвижимости до оценка недвижимости у каждого имеющегося третье значит это обязательно должно было быть смотрели сколько лет ты на этой территории прибываешь и еще какая была патриотика значит кто чья недвижимость соответствовала их требованиям кто мог стать потенциально значит голосовать и выбирать себе общественный орган управления без которого не могла быть власть значит они еще самое главное пели гимн боже царя храни это правильно помню что тогда избирателями становились только ему имущие люди его лицензию и прижать причем женщины не голосовали нет 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 вот я разу только имущие подождите вот я знаю что чаще всего это были мужчины но если мужчины в доме не было главы главы семьи то была хозяйка вот она была но недвижимость должна быть стоимость не менее 100 рублей вот только тогда был можно было только тогда если меньше не на рубль тебя уже не допускали вот большевики значит эту несправедливость и по отношению к беднякам эту несправедливость они ликвидировали далее мошенники начали че нет вот слово пол слова добавить зачем нам мошенники да нет вот о чем самый корень то самое главное начали переписывать вспоминать кто первый приплыл на борже строить мост но эти люди временно они никакого участия не выбирали общественного управления ничего то есть это под это совершенно люди бессознательно путали истории какими-то липомендовыми это ниже и придумали великую роль гаррина михайловского который реально не так много вообще почти ничего для нашего города не сделал задели мы видим про него не будет за нет одну только фразу скажу долгие мои обращения в администрацию закончились тем что товарищ мэр города товарищ локоть официально вот у меня письмо написал что никаких документов подтверждающих причем причастие товарища горько и дворина михайловского к истории новосибирской не имеются а мы назвали площадь мы назвали библиотеку его и а сказать что такое город как и такие особые права получил поселок новониколаевский став городом вот именно 140 лет назад день в день на чем год город это государственное градообразование которое должно иметь четкие границы зафиксированные параметры значит право на землю второе обязательно иметь общественный орган управления далее обязательно иметь городской бюджет а вот в чем секрет а к этого бюджета не было конечно нет ну какой же город из бюджета бюджет должен быть иметься раз что второе обязательно должен быть герб обязательно должна быть печать и все это вот появилась здесь дальше в первый год то в начале 1905 года значит городе была проведена первая перепись населения народ не знал ни своих конкретных жителей ничего вот здесь и произошло большое большое значит крещение что ли как его назвать и далее первый печатник владелец первой типографии литвинов создал вот книга у меня лежит в архиве первые годовщина значит городу когда год исполнилось он в 905 году в декабре месяце издал книгу и там все описано первая годовщина праздновать 905 году конечно так вот самое главное что кто не хотел это видеть они писали книги но эти вещи не даже не пытались посмотреть посмотри мне скажите пожалуйста вот мы сейчас проходим вот это место меня всегда интересовало вот это водной водной академии да 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 скверик здесь памяти к ленину вы же завяжу и и к архитектуре метеоотношение конечно конечно и градопланировать градопланирование да 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 почему здесь косая улица понимаете вот я покажу вам проходить у меня что-то косит мой мой стабилизатор на морозе косит начать поясняю то есть короче говоря эти были площади не освоены и когда город стал 1904 году точнее 905 года началась городская жизнь вот сейчас мы подходим к 1 вот первым нашим мэрии или как его к общественному органу управления вот первая контора наша городская это один из домиков значит который а вот этот дворец труда даже тут собирались теперь от центр города ты понимаешь Jason, конечно здесь должна быть магистраль в вокзале магистраль вот здесь и должна была первая проходить в этом месте планировали вокзал в центре до вокзала планировали делать в магистраль здесь ну давайте хотели кратчайший путь сюда вот но сделали в другом месте да во-первых осознали но где-то все ж позднее началось двадцать шестом году переименовали город значит он принес стал более административным центром большим. И начали уже пересматривать до сих пор. Подожди, вы сказали, в 26-м году переименовали город, а в 27-м году в Новосибирске, уже в новом городе, с новым названием в городе Новосибирске, поставили один из первых памятников Ленину в Советской России. И мы как раз мимо него проходим. Вот один из первых памятников Ленину. Только он стоял не здесь, напротив Водной Академии, в скверике, а как раз на ступеньках Дворца Труда, мимо которого мы проходим, он стоял здесь и показывал сначала. Конечно. Сначала он показывал на юг, а теперь он показывает на север. Как компас. Конечно. Это как флибин. Да, ирон такой же памятник стоит около Смольного. Да, каких-то два или три всего. Того же автора. Короче говоря, вот в чем сейчас у меня приятное настроение. 30 лет я занимался архивами. 30 лет у меня написано больше 100 статей. У меня написана вот такая прекрасная книга. Она находится у Путина. Она находится в Государственной Думе. Она находится... Я сейчас назову, что если плохо читается. Тайны некоронованной столицы Сибири. Дальше. Самое главное, из Госдумы мне пришла большая грамота. Написано, уважаемый Геннадий Григорьевич, восхищен вашим умом и трудолюбием. Ваши открытия в истории Сибири должны лечь в новые учебники по истории. Сейчас вышел опять... А кто это написал? И написал Жириновский. А, Жириновский. Он такие слова отпускает очень редко. Мне кажется, он вообще на слова довольно щедрый. Нет, он такие, чтобы похвалить. А, чтобы похвалить, наверное. Он наговорит в другую сторону. Но самое главное, чем цена книга? Впервые в мировой практике, отечественной практике истории, впервые написано, что город наш произошел от поселка Кривощоково, основанное по воле Петра I, вот написано, в 1699 году. О, так нашему городу получается больше 300 лет по этому счету. 314. Точнее, первому поселению на этом месте. Основание, да. Начало освоения территории. Так самое главное, у меня вот здесь, в Новосибирске новости, есть там историки в кавычках. Они мне даже чуть не меня не говорили. Геннадий Григорьевич, вы не историк, что вы там 5-й, 10-й показывали у виска? Ну вот, две недели назад, в мой адрес поступил звонок. Я снимаю трубку, и меня пригласили на левый берег Оби. Я приезжаю, и представитель Института археологии Новосибирска, Новосибирского академгородка, показал мне, вот ваша книга, в ней написано, откуда город начинался. И то, что наши краеведы, в кавычках, сказали, вот отсюда начало города, это все липо, никакого начала не было, где сейчас стоит ферма моста, это все вранье. Зачем такие слова? Просто, скажем, это другая версия. Ну, версия другая, но документы. Сейчас, когда раскопали, сейчас в Левобережье раскопали 400 захоронений, вот где город начинался, все, история, археология, все точку поставил. 319 лет назад, получается. Да, самое главное, что там и нашли и монеты времен Петра I, это конец 17 века, и там нашли очень много доказательств 18 века, и там нашли 19 века. То есть через все очень большие подтверждения, что наш город, никакого отношения к 200, как мы сейчас праздновали, значит... Не, ну тоже дата, начало строительства моста, тоже дата, почему бы нет? Нет, вообще... Сейчас, один один, извините, пожалуйста, Георгий Ильич. Так как мы можем каждый день придумывать даты, и мы сопьемся, и русский народ имеет законность? Ну, чтобы не спиться, давайте мы покажем, давайте будем завершать, потому что у меня уже тут поступают другие сообщения. Вот первый дом, сейчас, проходите. Так, зеленый, пойдете пока, зеленый. Это один из частных домов Сурикова, первого нашего... Ну, как его назвать? Первого нашего главы, местного самоуправления, вот человек, который имел вот этот дом, и у меня все документы есть. И что в этом доме было? Ну, вот наша общественная организация, 14. То есть первая общественная мэрия была вот в этом доме? Да, 14. Который был, который несколько лет назад сгорел, его восстановили? Самое главное, хорошо, что не дали. Кто-то хотел его, это место занять. Ну, молодцы, вот власть, которая у нас сейчас есть в городе, настояла, его реставрировали, выглядит он очень приятный. Он исторический памятник. Спасибо вам, Геннадий Григорьевич, за интересный разговор. Друзья, оказывается, у нашего города сегодня день, можно сказать, основания, день рождения города, или день обретения статуса городского. Когда у нас появился и бюджет, и городская власть. Без бюджета какая власть, мы же понимаем. И это было вот здесь, перекресток улицы Урицкого и Ленина, вот в этом доме начинала работать первая власть нашего города. А кроме того, есть еще даты у Новосибирска и основание Кривощокова в 1699 году, и начало строительства моста. Важная дата, но вот Геннадий Григорьевич считает, что она не ключевая. Подожди, что не она ключевая дата, а это 1893 год. Она ключевая дата раздора, потому что люди, кто в архивах не работал, они придумали, что город начался от моста. Никакого разговора. 200 лет до начала моста существовало уже поселение, народ проживал. Короче, нет повода не выпить, но вовсе не обязательно спиртное. Давайте выпьем чаю или кофе, или кто что хочет, за процветание нашего города. Или в день города, который вправе праздноваться днем, когда летом вернее, когда хорошая погода, мы выходим отдыхать. А вот сегодня 13 декабря, 114 лет со дня основания. Документальный. Это один раз в году вот этот день. Он день рождения, настоящий день рождения города. Да, понятно. Спасибо вам большое. Спасибо. Что будет еще интересно, интересные собеседники, интересные обстоятельства, я вам покажу. Сегодня, может быть, получится показать, как в городе убирают снег. И еще что-нибудь интересное. Все, пока. Тимур Ханов, Новосибирск. В такой важный, в такой день, 13 декабря. Субтитры сделал DimaTorzok